МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Персона Грата. Сегодня у нас в гостях народный артист Советского Союза, Богдан Ступко. Я могу перечислять очень много его ролей и очень много образов, благодаря которым наши зрители его знают, но я надеюсь, сейчас он нам все расскажет сам. Здравствуйте, Богдан. Спасибо, что пришли к нам в студию. Самая ваша последняя работа – это Тарас Бульба. Который вышел на экран. Который вышел на экраны. Вот этот образ, и я думаю, наши телезрители в этом образе сейчас вас видят, то есть вспомнят. Насколько этот образ вам близок был? Вы знаете, я никогда не думал, что меня пригласят на роль Тараса Бульбы. Почему? Потому что я себя как-то не адаптировал с Тарасом Бульбы. Потому что он должен быть толще, он должен быть мощнее, голова больше, щеки тоже больше и так дальше. Потому что у Гоголя написано, когда он садился на лошадь свою, который назывался «Черток», «Черт» пригибался там. И тогда я комплексировал. Когда я снимался, каждый день смотрелся в зеркало. Утром, ночью. Похудел ли я, не похудел ли я. Но Гоголь написал, что у него было 20 пудов веса. Это сколько? Это 16 килограмм один пуд, это получается 320 килограмм. А такие люди не то что не ходят, они просто не стоят, не сидят, они просто лежат. И я немножко успокоился. Ну вот концовка фильма, когда вы говорите, это такие товарищи. Помните, пусть живет русская земля, многие в России почему-то решили, что это такая прорусская агитация. На самом деле, русская земля, это ведь это Киев. Киев, это Киевская Русь. Киевская Русь, это русская земля, это когда был вообще еще Москвой. Да, да. Тогда называлась Русь. Русичи назывались там, где была Киевская Русь. Руссыны, которые живут, например, в Чехии, там, в Пряше. В Карпатах. Да. Так что... То есть, когда вы раскрывали этот образ, то вы вкладывали все-таки в него... Это когда, эту землю, родную, да, так. Иначе бы ничего не получилось. И мы так с режиссером Бортков Владимир Владимирович так мы, как говорится, обсуждали это. А как театр, знаменитый драматический театр имени Ивана Франкова Киевский? Ну, я так думаю, что людям немного надоела политика. Вот, и они пошли в театр. Восемь лет я руковожу театром и, в принципе, в кассе стоит очередь. Это очень так хорошо для театра. А какой репертуар? Это классика или вы берете... И классика, и украинская классика, и современная. Вот последние наши спектакли, это Бомарше «Свадьба Фигаро». Две квитки колеру индего. Это два цвета, цвета индига. Это про замечательную примитивистку украинскую, которая рисовала цветы Катерина Белокур, и мексиканская, тоже примитивистка, Фрида Кало. Вот это вот соединение, это замечательно, это последняя наша премьера. Мы везем на гастроли, едем в Севастополь в этом году, и 17 июня мы будем уже на гастролях в Севастополе. Да. Готовим украинскую классику «Унедилю Рану» Зилля Копала. У нас ведут, значит, Достоевский, братья Карамазовы. Очень хорошо, очень успешно идут. Есть мечта поставить Евгений Онегин на украинском языке. Вы же в Америку привезли тоже свой знаменитый спектакль. Мы только часть, мы три сценки только сыграли. Мы тут играли в 2002 году, в 2004 году мы играли полностью спектакль. А так нас приехало 6 человек, и мы отыграли в память, значит, 150-летия великого еврейского писателя Шалам Алейхима. И вы сыграли роль Тевье. Тевье, да. Ну вот так интересно, как вы пропускаете через себя эти образы, ведь это совершенно разный национальный характер, правильно? То есть Тарас Бульба, который весь из себя такой вот украинский казак, запорусский казак, Тевье. Да, но это, ну, знаете, как вам сказать, главное играть человека, да? Будь ты русский, будь ты украинец, будь ты англичанин, да, или американец, главное показать внутреннее состояние человека. И если играешь в Тевье, там есть боль, потому что выгоняет из насиженных мест, да, ты эту боль этого человека, она становится твоей болью, тогда и что-то получается. А вот ваше детство, ведь оно тоже было очень интересным и, наверное, драматичным. Вы родились во время войны? Да. Вы видели, что происходило в моей вовсе? Да, да, и все помню, мне было три года, я видел повешенный, как горел дом, как солдатики с пушком убитые, это я помню, три года, так дети не помнят, потому что форс-мажор такой был настолько сильный. Три года это 44-й год. То есть это когда Советская Армия вошла? Советская Армия вошла на Западную Украину и потеснила. И были когда сбои основные, да? Да, 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 поэтому я это все очень-очень хорошо помню. А потом после войны было очень много мин, гранат и так дальше. Я Карапутик бегал за взрослыми пацанами. Пацаны всегда им интересно, что там в середине. Они раскручивали и там... Погибали. И погибали, это взрывалось у меня на глазах, так что... А ваши родители, они чем занимались в то время? Отец в оперном театре пел. Да, и поэтому я вырос в оперном театре. И с 7 лет я уже был на репетициях, на спектаклях. Приходили такие знаменитые певцы большого театра, как Лемешев, как Козловский. Какое ощущение вообще от того, как жили наши страны? От того, как жила Советская империя, от того, что происходит сейчас? Насколько все эти противоречия, сложности, боли, наоборот, счастья, удачи... Как мы живем сейчас? Что вы тут скажете? Я не знаю, как всегда. Одни жили хорошо, меньшинство, большинство жило среднее и плохо. И так это продолжается. Но ты же со времен Тараса Бульба мало что меняешь. Все то же самое. Ну, наверное. Может, человек... Знаете, поменялись, что поменял? Машины, вот камеры есть замечательные, кинокамеры, да? Вот, кино появилось, в космос летаем, да? Машины супер. А человек изменился в лучшую или в худшую? Я думаю, в худшую сторону изменился. Почему? Ну, не знаю. Недаром появились, вот был знаменитый Шекспир Гамлета, да? А вот там появилась пьеса Розенкранц и Гильденстерн. Эти два наушники, там, значит, которые... Врачи там, да, да. Вот, как противовес. Значит, это худше. Потому что Гамлет был положительный герой, а они были отрицательные. Значит, худшую сторону. Начинаем анализировать все, что вокруг. А какие роли вам ближе всего? Вы же очень много сыграли в свою жизнь. Знаете, я играю такие драматические, трагические роли. Я играл Ричарда Третьего Шекспира, я играл Короля Лира Шекспира, я играл Чехова дядю Ваню, Войницкого Ивана Петровича. Я играл в Чайке Треплева и украинская классика Иван Франко, Украденное счастье, Микола Задорожный и Брехт, карьера Артура Уи. Такой трагикомического плана. Поэтому я в жизни люблю шутить, потому что невозможно нести на себе груз таких драматических ролей. И в кино я уже сыграл всех генералов, даже Брежнева сыграл и всех гетьманов. Теперь надо просто человека сыграть. Богдан, а еще одна роль, связанная с вашим тезкой, Богдан Хмельницкий. Вот, кстати, памятник еще стоит. Да. А отношение к Богдану, как вы считаете, он злодей или не злодей, или наоборот? Он национальный герой, я считаю. Это злодей по отношению к полякам. А многие считают, что объединение, воссоединение Украины с Россией, это было, со стороны, не очень правильный шаг? Или это правильно? Нет, это был военный союз. Который потом трактовали. Потом переделали, где-то пропало, где-то там что-то выпало, параграф. Интересно. А когда вы играли, вот это тоже очень известный фильм, и, на мой взгляд, очень удачный фильм польских, поляков, огнем и мечом. Ну, вот там я играл Богдана Хмельницкого. И там же играл Домогаров. Домогаров, ох, как Домогарова любили в Польше. Боже, все женщины и школьницы до бабушек падали. Просто падали от восторга. Сашка! Сашка! А Жибровский? Жибровский, и он только начинал. Очень хорошо. Я знаю, что вы играли у режиссера Зануси недавно. Да. А как вот вам сотрудничать с этим знаменитым польским режиссером? Ну, очень хорошо. Что за роль? Роль я играл олигарх. Роль я играл.